Девушки отдыхают 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 Вот. Ну вы сами поймете, что это действительно невозможно выучить, я их специально для себя выписал. Поехали. Первая группа, очень большая группа, ну не самая большая, самая большая будет дальше, одна из самых больших групп псевдоприборов, это приборы и устройства для работы с аурой всевозможной. Итак, как вообще возникла идея про ауру? Ну если вы почитаете всякие сайты, вы обнаружите, что ее там и в Индии искали, и в древней индейце они знали абсолютно все, то есть разные истории, но в принципе она входит в различные эзотерические учения в течение очень многих лет, но все современные мошенники, работающие с аурой, отталкиваются вовсе не от исторических познаний, которые придумали себе предки, а от совершенно конкретной теории, которая называется эффектом Кирлиана. Кто-нибудь слышал про такой эффект? Да. История в том, что Семен Кирлиан, это был краснодарский ученый, физиотерапевт, он увлекался физикой, вот именно увлекался, он не был физиком как таковым, и в какой-то момент он открыл достаточно специфический эффект физический, который заключается в том, что он мог зарегистрировать, как бы это сказать, коронный барьерный разряд в газе. То есть если мы помещаем некий предмет в электрическое поле, возникает вокруг него разряд, который Кирлиан научился фотографировать, электрофотография так называемая. Этот эффект открывали и до него, был такой Наркевич Йотко, исследователь российский, ну белорусский в принципе, это 19 век, когда еще Беларусь была частью России. То есть этот эффект в разное время обнаруживали, но Кирлиан научился его фотографировать. И этот эффект используется в совершенно нормальной физике, например, он используется для того, чтобы искать лакуны в точно шлифованных металлах. Почему? Потому что там, если есть какая-то лакуна, то коронный разряд меняет там форму. Ну то есть вот такая ровненькая, а потом раз такой всплеск, например, значит есть какая-то лакуна в металле. То есть это используется в физике. Но сам Семен Кирлиан до такого использования не дошел. И его исследования на протяжении последующей жизни, а это 20 век на самом-то деле, он запатентовал это в 1939 году, вели к тому, что абсолютно у всего есть, ну собственно аура. Он называл это не аура, я не помню, как он сам это называл. Его исследования никакого продолжения особенно не получили. Мы получили впоследствии продолжение исследования кирлианного заряда вот именно в технологии, в металлургии. Но современные мошенники взяли этот эффект на вооружение. Потому что мы должны понимать, что если мы замерим, если мы можем сфотографировать некое энергетическое поле вокруг любого предмета, оно там будет, если мы поместим его в электрическое поле. То есть мы помещаем там металлический предмет, не металлический предмет в электрическое поле, вокруг него возникает некий разряд, и мы его можем запечатлеть. На этом, в принципе, основано все фотографирование ауры. Вот это классическая картинка с какого-то сайта, их много таких сайтов. Здесь вот больной человек, здоровый человек, очень больной человек. Дело в том, что если сфотографировать точно так же стул, на котором вы сидите, будет ровно та же картина. Если от стула отломать кусок, то будет такая картина, у него в одном месте будет провал в этом разряде. Если сфотографировать все, что угодно, не нужно быть живым для того, чтобы генерировать с собой эффект Кириллиана. Но это, естественно, наложилось на исторические познания, псевдоисторические, о том, что аура имеет, как видите, целый ряд слоев. Это один из вариантов, на самом деле, некоторых вариантов до 30 слоев, то есть эфирное тело, астральное тело и так далее. Умы утверждают, что вот это вот 15 сантиметров где-то, вот это вот расстояние одного слоя, но я не уверен, я не видел. И, соответственно, на этом базисе начали появляться мошенники в количестве просто. И первый класс приборов, основанных именно на этом, это приборы для фотографирования ауры, ну и в какой-то мере для диагностики по ауре, но про диагностику мы поговорим немножечко позже. Как это работает? Вот это вот, например, аура камера MBGA, сайт, я везде пишу, это реальные сайты, это реальные цены. Все можете переписать себе, если кто хочет, можете написать, я вам презентацию пришлю, полюбоваться самостоятельно, почитать эти тексты на сайте. Все эти описания, там такие описания прекрасные есть. Вот, стоит 175 тысяч рублей, недорого, там ездит дороже. Сама аура камера состоит, вот наверху, вот там вы видите саму фотокамеру обычную, ну, то есть, это может быть просто камера вашего ноутбука. И рядом вот такая вот пластинка, на которую нужно класть руку. Про эту нижнюю пластинку на три руки, это не для трехруких людей, я потом расскажу, для чего это. Вот, пластинка, на которую вы кладете руку. Соответственно, вы смотрите в камеру, она снимает ваш, ну, не знаю, ну, ауру, ну, вас. Вы кладете руку, она считывает, что она считывает? Она считывает, на самом деле, там, сопротивление кожи, например. Они считывают разные, разные совершенно параметры. Некоторые пульс считают. Ну, то есть, на самом деле, абсолютно не важно, что она считает. И на основе этого эти данные, то есть, данные из пластинки, повторяю, камера просто вас снимает, там вообще нет ничего. Это просто, она может быть не подключена к компьютеру, быть, неважно. И эти данные поступают в специальную программу. И вот программа уже на основе этих данных рисует красивую картинку, не имеющую к вам никакого отношения. Эта картинка будет отличаться от картинки для другого человека просто потому, что у вас могут быть разные пульсы или разное сопротивление кожи. Это генерируемый компьютером образ. Вот, но, естественно, вам сообщают, что это вас сфотографировали, и вот ваша аура. Обратите внимание. Тут уже здесь видно очень хорошо, что некоторые элементы подсвечены разными цветами. Обратите внимание, это чакры, да? В этой всей вот мистерии эти элементы называются чакрами, то есть, бывает нижняя, верхняя, там, боковая, полостная, их очень много всяких названий. Вот видите, красненьким подсвечено. Ну, это не обязательно должно быть это место подсвечено, может быть, любое, может быть, голова подсвечена красненьким. Вот здесь выплывает самый первый признак абсолютно любого мошенничества. Точнее, два сразу. Во-первых, интерфейс этих программ вам, не специально подготовленным людям, понятен. Вы понимаете, красненькое больно, зелененькое, наверное, хорошо, то есть, плюс-минус понятно. Если вы не врач, то, например, вы не специалист, вы не должны понимать интерфейс специализированных программ. То есть, если вы никогда не занимались, не умеете делать МРТ, вы не поймете, что там измеряет доктор. Особенно, кто наблюдал, например, как на УЗИ, например, беременности. Что-то там доктор меряет, по-моему, говорит, диаметр головки такой-то. Что он там померил? Нормальный человек не может распознавать специализированный интерфейс. Это правило. Здесь интерфейс сразу понятен. Все понятно. Красненькое болит, зелененькое не болит. Это уже первый значок. Второй важный момент заключается в том, что если у вас чакру сфотографировали, и у вас где-то чакра порвалась, так вот у вас всегда порвалась. Вы никогда не здоровы. С точки зрения людей, которые работают с такими приборами, вы всегда больны. Почему? Потому что если у вас здоровы, с вас нельзя содрать еще денег на лечение. Для чего вот эта божественная штука? Это для семьи. Видите, мужская рака, знаете, у медведей, да? Это Михаил Иванович, Настасья как-то медведица и маленький Мишутка. Можно прийти, втроем руки положить, и, наверное, получить совокупную ауру. Я боюсь представить себе, как это может выглядеть. Тем не менее, прибор, вот я сказал, стоит 175 тысяч рублей. Если у вас таких денег нет, специально для вас, есть за 138. Это вот Аурабук. Про Аурабук я прям зачитаю даже. Аурабук кардинально отличается от устройств, которые фотографируют ауру. Он отличается глубиной анализа цвета. Как я сказал раньше, цвет генерируется компьютерной программой в зависимости от справочника с Потолковского. Поэтому, как его глубинно не анализируя, мы должны понимать, что кардинального отличия здесь все равно нет. Здесь тоже, видите, чакры расписаны вот самые внизу. А так принцип точно такой же, но, видите, он портативный. То есть портативный, его можно... Вот это уже тот, это такой прибор, который ставят в себя мошенники, которые псевдодиагносты, а это можно купить. Вот видите, красивенько, да, в кожаном переплете с диском, между прочим. Кстати, да, они почти все приборы, даже которые продаются сегодня, они обязательно имеют диск, а иногда дискету вообще. То есть они все-таки архаичные, они не обновляются веками. Есть еще интересный момент, кстати, я подсек. Ну, все знают об экономическом кризисе, доллар вырос вдвое, да, а цены эти штуки не изменились вообще ни на какие. Что говорит о том, что им вообще без разницы. Ну, то есть они все равно стоят в сотни раз больше, чем стоит их производство. Вот. Ну, про чакры я вам, наверное, больше не рассказывать не буду. Тут на самом деле можно засчитывать бесконечно. Например, цвета ауры, пишут нам создатели Аурабука, это один из основополагающих параметров человека. И каждому свойственны свои строго индивидуальные цвета ауры и их соотношения. А прибор Аурабук, анализируя механизм ДНК, подчеркиваю, выясняет цвета ваших чакр. Там так и написано, ничего не придумываю, все так и есть. Вот. Если вам не нужно фотографировать, и вы не хотите повесить на стенку фотографию своей ауры, вы можете просто позырить на ауру другого человека. Тоже забавное занятие, с моей точки зрения. Это очки, смотрите, 5500. Мне кажется, я вообще ощущаю себя сейчас этим, как называется, камевояжором таким, да. Недорого. Это 5500, эти пластиковые, а эти 2800. Там ведь нолик лишний, 2800 они стоят. Чего-то я печатал и очепятался немножко. Декламирую. Окуляры очков PranoVision являются оптическими светофильтрами, пропускающие только определенное количество света и строго определенный диапазон частот, соответствующих частоте энергии тонкого мира. Ну, на самом деле, они даже почти не врут. Эти очки действительно пропускают строго определенный диапазон световых, в общем-то, волн, и вы просто видите мир таким фиолетовым. И поскольку они немножко размывают изображение, они так специально сделаны, вам, вот если вы расфокусируете зрение, да, вокруг каждого из нас возникнет такое, ну, как бы, вот мы расплывемся. Вот они делают это искусственно, нам кажется, что вокруг любого предмета есть аура. Вот так они и работают, больше там ничего нет, просто кусочек стекла. Мне очень нравится. При первом опыте видения ауры в очках PranoVision видится самая низкочастотная часть ауры и тонкая мира — эфирная энергия. Вот. А, и еще мне очень нравится, у них есть шикарная штука, там отдельно прям пункт, чем они отличаются от других очков. С их помощью можно рассматривать свою ауру в зеркале. Другие в зеркале не работают, эти вот работают. Ну, не знаю. Не пробовал, если честно. Есть совсем простые приборы, но это тоже прибор, а скан. Видите, здесь нет уже камеры. Здесь не нужно класть всю ладонь, здесь вы кладете вот пальчик буквально. И самое смешное, что он реально, с точки зрения производителя, он про ауру рассказывает ровно то же самое, что тот прибор за 170 тысяч, который вас вообще фотографирует полностью. Вы кладете пальчик, он считывает с вас все показатели, и получается вот такая картинка, вот в итоге. Как она получается, когда вы поднимаете этот пальчик, нужно попшикать на эту пластинку, по-моему, это фиксатор называется у них, я вот не помню. А, тонер. Пшикаем на пластину из флакона с тонером. И дальше он рассказывает вам про ваше кармическое поле, психоэмоциональную сферу. И вот видите, есть даже схема, вот в зависимости от того, что у вас там расплылось от пальца, у вас поврежден толстый кишечник, поперечная кишка, лобная пазуха, то есть общая психика. Ну общая психика точно повреждена, если вы в принципе этому верите. Ну то есть, как это работает на самом деле? На самом деле этот тонер визуализирует грязь, которая у вас на пальце. То есть вы прикладываете, тонер ее подчеркивает, делает черным. Пот, грязь, все что угодно. Если вы абсолютно до идеального состояния вымоете палец, потом вы его там простерилизуете раствором спиртовым и так далее, вытрите насухо идеальной салфешкой, приложите, он по этой картинке просто не будет. Ну на самом деле она будет, потому что пот у нас всегда есть. На пальцах хоть чуть-чуть, как бы мы идеально не мылись, то есть она всегда будет просто слабенькая. Вот так вот и считывают ауру. Вот, аскан. Зато обратите внимание, недорого. Видите? Тут отдельно у них прописана возможность самодиагностики. Это важно. Собственно, про ауру все. Вот видите, это достаточно однообразные приборы, их там целый класс. Я потом еще расскажу про приборы, которые именно предназначены. И это вот все приборы предназначены не для диагностики, а скорее для фотографирования, в том числе и первой. Есть приборы, по-моему, конкретно, номинально заточенные под диагностику. Они там у вас и рак, и спит все что угодно. Найдут, что нужно тому, кто ищет, то и найдут. Вот. Далее приборы для... Вторая группа очень обширная. Это приборы для защиты от электромагнитного излучения. И заодно поддержка структурной целостности биополя. То есть, слышите, биополе сразу понятно... Это слово-слово маркер, да? Есть слово-аура, слово биополе, там еще скалярное поле. Это все сразу торсионное поле. Это все не бывает. Все люди, которые продают эти штуки, они в основном напирают на то, что через каждые 20 метров в любом городе растут вышки, господи, мобильной связи. И эти вышки мобильной связи, они на нас очень негативно влияют. Вообще, волн вокруг нас очень много. Это и радиоволны, собственно, это и свет, что же электромагнитное излучение, это ультрафиолет. А если вы же пошли к врачу, там вообще рентген, это смерть сразу. И, соответственно, на этом они играют. Ну, для тех, кто не знает, я могу сказать, что санпины действуют во всем мире. Вот в России есть санпины, и никакое электромагнитное излучение, которое существует вокруг нас, оно нам не может повредить настолько серьезно, чтобы мы могли от этого пострадать. В принципе, мы можем пострадать, но для этого нужно пойти в специальное место, где вас специально будут облучать тем, от чего вы можете пострадать. В городе это, в принципе, вполне безопасно. Тем не менее, очень многие люди боятся, и начинается. Самый простой вид защищающих от электромагнитных полей прибора – это технологии индуцированного резонанса Q-Link. Как не трудно догадаться, технологии индуцированного резонанса – это три слова, которые не имеют абсолютно никакого смысла. То есть это воркалость, хлипкие шарьки. Вот это ровно то же самое, только более красиво звучащие вещи. Этот прибор делает несколько функций. Например, надежная защита от негативного воздействия бытовых промышленных электромагнитных полей, улучшение системной организации клеточных структур и поддержка структурной целостности биополи. Соответственно, улучшается самочувствие, качество жизни, сон, эмоциональное равновесие. И вот я просто хочу зачитать самые у них входящие, у них фраза такая. В основе изделий Q-Link лежит технология индуцированного резонанса, с большой буквы все написано, которая основана на фундаментальных физических исследованиях, боюсь спросить, каких, свидетельствующих о том, что каждая физическая система окружена и пронизана энергетическим полем. Ну, пронизан, наверное, не уверен, что от него защищаться надо. Технически это либо кулон, либо флешка. И вот здесь у меня всегда возникал вопрос. Вот я втыкаю эту флешку в компьютер, и она защищает меня от всех излучений. У меня что, Wi-Fi не будет работать? И я всегда хотел задать всем людям этот вопрос. Простите, если я защищаю свой компьютер от излучений, у меня Wi-Fi будет работать или нет? Нет ответа на этот вопрос. Ну, защищает, говорят. Ну и, конечно, раз уж у нас есть защищающие флешки, то у нас есть и защищающие от всего одежда. Всякое разное. Вот видите, самое важное посередине, как нетрудно догадаться, внизу. Это линия одежды, которую производит компания EMF Arbor для защиты от электромагнитных излучений. В зависимости от того, какую часть для вас важнее защитить, вы можете их применять. Что написано на сайте? На сайте написано, что еще в советское время разрабатывали психотронное оружие, которое до сих пор существует в России и воздействует на россиян. Зная некоторых россиян, я даже в это верю, если честно. Но все-таки, если исходить из такого логических предпосылок, скорее всего, нет. Но, тем не менее, психотронное оружие... На сайте написано, что в 2015 году началась активная фаза воздействия на россиян путем размещения везде вышек мобильной связи. Какой-то до 2015 года у меня что, мобильного не было? Было вроде. Ну, ладно. Вот. И это просто мое любимое. Здесь я буду зачитывать, потому что это невозможно объяснить. Ну, чуть-чуть. Значит, никогда не видели таких штук. А я вот видел. Я видел, еще в 90-е годы они где-то продавались. То есть, вот прямо можно было пойти в магазин и купить. Сейчас они, конечно, ушли в тень, потому что народ стал просвещеннее. Но тогда они продавались активно. Компания L&S. Пишется SuperLacky. Там написано именно Lacky. И переводится как SuperLacky на русский. Я не знаю, почему они так решили это русифицировать, но неважно. Это в России производится. Конечно, это не иностранное ничего. Это пластинки. А вот догадайтесь. Вот вам просто, что нужно с ними делать? Вот эта пластинка. Вот она, таких примерно размеров. Нет, на стену вешать не надо. Что-что? Нет, спать это уже сложнее. Достаточно просто на ней сидеть. Два часа в день, желательно за компьютером. Сейчас продекламирую. Принцип действия нашего продукта, пишут нам создатели элементарно, прост. Четыре усказательных знака. Единственное, что он делает, это сводит всевозможные воздействия, электромагнитное излучение, космическое излучение, влияние нашей планеты и воздействие от людей на организм человека к нулю. Дальше они объясняют, что есть у человека внутренняя энергия, которую используется либо на саморазвитие, либо для того, чтобы сражаться с внешними факторами. Вот они, внешние факторы, суперлокеем отрезают, и сразу все становится хорошо. Количество сертификатов на сайте поражает. То есть их сертифицировали все. И это тоже один из характерных признаков. Когда вы видите вот такой вот просто россыпь, мы можем посмотреть на каждый отдельный сертификат. И обнаружим, что здесь нет ни одного сертификата, который выдан бы был какой-то официальной организации. То есть, например, нам есть сертификат от официального общества астрологов, там, города Пенза, например. Ну, какие-то вот такие, да? Нет, я Пензу очень люблю. Это просто-просто. Это может быть любой другой город. Калуга, Тверь. Вот. Или какое-нибудь еще общество. И таких сертификатов очень много, но выглядит красиво, а ведь никто не проверяет. Смотрит, все сертифицировано, все красиво. Вот. Я вам сейчас зачитаю. У них шикарный раздел. Самый лучший в интернете раздел отзывов покупателей счастливых. Это просто прекрасно. Сейчас я найду. А, вот. Екатерина Литус, 25 лет. Что было? Сильная утомляемость после физической и эмоциональной нагрузки. За компьютером не могла работать более двух часов в сутки. На протяжении двух лет не могла забеременеть. Что применялось? С апреля 2009 года пользуюсь тремя пластинками Леки и Супер Леки. Ежедневно, утром и вечером по 40 минут. Во время работы за компьютером сижу на нем. Что стало? Сразу же появилось больше энергии, почувствовала прилив сил, повысилась работоспособность. Через два месяца уже работала под компьютером по 14 часов в сутки. Зачем? Успешно защитила диссертацию. Беременность проходила нормально, без ослаждений и сохранения. Дальше, ключевое. Роды прошли легко и без ослаждений. Ребенок абсолютно здоров. Спасибо президенту компании. Я считаю, что это ВИН просто. То есть, это все... И там еще много таких вот мнений и отзывов. Если кого-то интересно, вот VIVAT.LS, там божественный сайт. Только на нем вирусника, правда, очень много всякого. Там всякие трояны с него лезут. Но зато вещь. То есть, это тоже защита, но, видите, не только от электромагнитного излучения, а вообще от всего. Корректоры функционального состояния. Такое слышали? Вот во многих аудиториях, на самом деле, кто-то говорит, что у моей бабушки есть. Я прям вот слышал, эту штуку довольно активно продавали, ходили по квартирам. И ее очень много покупали. Почему? Вот обратите внимание, стоит на 4 700. По сравнению со многими предыдущими приборами довольно дешево. Дело в том, что на гаджетах, которые стоят 100, 200, 300, 800 тысяч, они не делают никаких денег вообще. Гаджеты, которые стоят 500 тысяч, не продаются никогда, подчеркиваю. Не раз в год, не раз в 5 лет, они никогда не продаются. Потому что люди, у которых есть 500 свободных тысяч, они не идиоты, просто по факту. Ну, бывают, конечно, но не часто. По крайней мере, не в этой стадии. Как это работает? На сайте есть, например, какой-то гаджет стоимостью 500 тысяч, который лечит от всего. Вы заходите такой, о, да, он лечит от всего, но, к сожалению, где бы взять эти денег? Эх, одолжить что ли? А потом вы видите, что в соседнем разделе есть гаджет, который делает почти то же самое, но за 15. И вы его покупаете. Это чистая психология, это работает именно так. То есть штуки, которые... Там целенаправленно, там есть цены по 10 миллионов указаны. Это сделано для того, чтобы купили соседний гаджет, который стоит как будто дешево по отношению к первому. Реально, если бы стоимость этих вещей, это коробочка с лампочкой, мы понимаем, да, ну, рублей 50. То есть это кусок пластика, внутри есть лампочка и часовая батарейка часов. Больше там нет ничего вообще. Вот. А в этих даже лампочках... А нет, в этом есть лампочка, по-моему. Нет, в этом даже... В этом лампочке нет, в предыдущем было. Лампочка дорого, в конце концов. Так вот, корректор функционального состояния, что же зачитаю, потому что запомнить это очень трудно. А, вот. На корректоры функционального состояния, они же пластины Кольцова, Кольцов это такой великий физик, который все это изобрел, записывается гармоничное, оказывающее благотворное влияние на организм в целом или отдельной его функции, образная информация в ритмах магнитного поля Земли и внешнего космического излучения. Технология изготовления повторяет принципы организации электромагнитных полей на клеточном уровне живого организма. Обратите внимание, они все очень-очень красиво формулируют абсолютно псевдонавучные вещи, то есть они составляют из вполне себе логичных слов очень странные фразы. Эта штука, по утверждению создателей, мало того, что уничтожает электромагнитный смог, как звучит-то, оно является, вот тебе сейчас, внимание, электронным гомеопатическим средством. Это там вот очень подробно расписано в область И борется с негативным влиянием в области тонких физических полей. Так вот, что же они представляют собой? Номинально на вот эти штуки записывается энергоинформация, ну вы знаете, что никакой энергоинформации не бывает, если вы слышите это слово, это мошенники. Так вот, энергоинформация различных объектов, которые вызывают прилив позитива у людей, которые покупают. Например, на КФС Данилова, ну они выглядят все вот так, да? Вот это, кстати, КФС Данилова озера, вот он. На КФС Данилова озера информационно прописана поляризация воды озера Данилова. Вода, заряженная на КФС Данилова озера, помогает при кожных онкологических заболеваниях, позволяет улучшить состояние сосудов, работу центральной нервной системы, привести в порядок желудочно-кишечный тракт, восстановить гормональный баланс, в частности функции щитовидной железы, нормализовать иммунитет, очистить кожу при псориазе, омолодить организм и пролить жизнь. Ну то есть универсальные штуки, они все универсальные. Но больше всего я люблю КФС Фортуна. Вот я не уверен, что он здесь сфотографирован, но вы понимаете, он выглядит точно... Что? Серёдочки? А, да, Фортуна, точно. Я просто их брал наугад, они все одинаковые, их там пять сотен видов, видите, вы лучше меня заметили. Так вот, с помощью КФС Фортуна вы имеете возможность очистить от негатива всю документацию по бизнесу. Вот это просто прекрасно, я считаю. А также, между прочим, уничтожить информационные амбарные замки на дверях. Очистить и просветлить дорогу, ведущую к вашему зданию. И уничтожить астральный тёмный забор перед вашим офисом. Но, понимаете, ведь на это покупается. Кто-то, если это продаётся, значит, это покупается. Это аналоги. Видите, простенькие, дешёвенькие. Это то же самое, то есть это вещи, которые защищают от каких-то там воздействий, электромагнитных полей в виде наклеечки. 1900 наклеечка такая стоит, можно наклеить. Вот. И браслетиком. Браслетик пластиковый, ну такой, когда ручку надевается, если на концерт сходить. Есть ещё отдельная история, это структуризаторы пространства. Структуризаторы пространства – это такая прям категория, которая является гибридной между устройствами, защищающими вас от электромагнитных излучений и устройствами, которые что-то там корректируют. Рассказано на сайте очень подробно о том, что геометрия пространства вокруг вас не соответствует вашему энергоинформационному полю, вашей ауре, вашему резонансу. И поэтому вы получаете постоянно астральные травмы. И вот идёте с кухни, с чаем в руке, получили астральную травму, уронили чай, получили физическую. Ну, да, так и есть. Вот. А эта вещь, она ставится дома. И смотрите, вот фэн-шуй – это искусство поставить кровать таким образом, чтобы спать на восток. Ну, я утрирую на общий суть. А эта штука и фэн-шуй не нужно ставиться и скрывать как будто на восток. Вот. Ну, такие вещи тоже есть. Но кулоны… Ну, будто я не уверен, что про ноу-кулоны смысл рассказывать, потому что, честно говоря, мне кажется, я повторю немножечко. Повторюсь немножечко. Потому что ноу-кулоны такая… А, ну почему бы нет? Вот я зачитаю вам специально про ноу-кулоны чуть-чуть. Это то же самое, да? Смотрите, вот всё, что я показываю, это, в принципе, номинально предназначено для одного и того же. Но и реально является одним и тем же. То есть это просто некие красивые объекты, внутри которых есть или нет лампочка. Вот и всё. Ноу-кулон работает по принципу расширения текущей реальности человека и постепенно снимает некоторые ограничения, которые блокируют естественные природные способности человека и нужны уже не столько для его успешного существования, сколько и для успешного управления им. Вот им, я не знаю, существованием человеком или ноу-кулоном. В этом ключе ноу-кулоны никак не воздействуют на человека, но дают возможность человеку менять свою жизнь и реальность самостоятельно. Дают в руки набор инструментов для самостоятельных изменений и саморазвития. Забавно то, что вот это то, что я сейчас сказал, я же ничего не сказал, по-моему, да? То есть это был такой набор абсолютно бессмысленных букв. Это реально всё, что на сайте сказано про то, для чего они нужны. То есть понять, для чего это нужно, непонятно, но красиво звучит. Но это то же самое, только выглядит интимнее. Вот. То есть защитившись от различных электромагнитных волн, реструктурузивая своё пространство, нам нужно наполнить... То есть мы избавились от негативной энергии, и дальше нам нужно наполниться положительной энергией. Ну как же без этого? И вот здесь вступает в действие огромное количество приборов, предназначенных для накачивания нас, энергией космоса, Вселенной. Она называется оргонная энергия. Вот. Я очень люблю сайты, где эти парни сами делают опечатку и пишут оргонная. Вот, наверное. То есть они сами не очень понимают, что пишут. Откуда вообще возникла оргонная энергия? Это не сейчас придумано. Был такой психоаналитик, психотерапевт Вильгельм Райх. Вильгельм Райх. Кто-нибудь слышал такое имя? Да, это был неофрейдист. Ну, как неофрейдист. Ученик Фрейда непосредственный, один из, который развивал сначала свою теорию. И, в принципе, у него есть работы на ранних, когда он был достаточно молод, там, до 30 лет. Он написал ряд сильных психологических работ, которые котируются, да, которые считаются. Но потом, в какой-то момент времени, он пришел в 30-е уже годы, он родился в 1890-е где-то, он пришел в состояние легкого безумия. Я вот сейчас зачитаю. Вот это вот Райх с пациенткой. Райх утверждал, что обнаружил универсальную энергию жизни в своих исследованиях, промодимых в конце 30-х годах. Согласно учению Райха, оргонная, то есть космическая энергия, проникает вокруг, попадает на Землю, проникает во все вокруг и наполняет нас собой. Сейчас как-то, я сформулировать не могу, это красиво так написано. А, вот, точно. Он считал, что все болезни, как психические, так и физические, они являются следствием того, что мы не получаем достаточное количество этой энергии, то есть она заблокирована. И он придумал вот такую штуку, это, ну, аргонный генератор Райха, можно назвать, или аргонный аккумулятор, или аргонный накопитель, в зависимости от того, там, как переводчик сработал. Это такая камера. Его стены, они прослоены, там, где электрики, электромагнитные слои есть. Внутрь сажался человек, запирался там на два часа, вот книжки здесь стоят, человек там читал, ну, а что ему там делать два часа-то, и Райха замерял его состояние до и после. Вот, и обнаруживал, что после становится лучше. Ну, я думаю, что это было связано с тем, что когда человека запирают в эту страшную темную комнату, человек немножко больше волнуется, у него там сердце колотится, он успокаивается в темноте за два часа, потом замеряют, у него сердце уже спокойненькое, ну, все хорошо. Вот, это историческая фотография, это то, к чему все это привело. Райх в итоге за свои исследования попал в тюрьму. Заслуженно, в общем-то, потому что он, как и многие, в общем-то, ученые, исследователи немецкие, в разгар гонений бежал в США, из гитлеровской Германии, но в США его не приняли. Его практически тут же поймали на мошенничество, судили, посадили. Вот, умер он больным сумасшедшим. Но, тем не менее, вот его учение об аргонной энергии, оно получило продолжение в виде так называемых радионик-приборов. Стоимость, обратите внимание, вот самого дорогого, она такая серьезная. Самый дорогой, который стоит 872 350 рублей, это вот тот, в котором бутылочка яблочного сока стоит. Видите, похожий на музыкальный пульт. Эта штука похожа на прибор строительный резонер сопротивления, а это просто кусок пластика в виде кольца. Суммарная стоимость этого гаджета есть в производстве, ну, я думаю, не знаю, тысячи две может рублей. Даже, наверное, перебрал. Так вот, сейчас я вам расскажу, что это такое. Это аргоногенератор, радионик-приборы, иначе называются аргоногенераторами. Это прибор, который генерирует ту самую аргонную энергию, которую мы недополучаем из космоса. То есть мы недополучили из космоса, дальше мы взяли. Если вот кто-то, я повторюсь, вот кто-то фотографирует, я просто, мне можно было написать, я банально вышлю эту презентацию, мне абсолютно не жалко. То есть, мне кажется, так будет проще. Вы сможете ее увидеть. Ну, я... Что? Меня найти в интернете по имени Тим Скоренко это примерно 30 секунд. Моя почта свободно везде лежит, я без всяких проблем могу выслать просто для облегчения, и у вас будет более качественная иллюстрация того, о чем я говорю. Вот. Так вот, аргоногенератор он генерирует эту энергию. Каким образом это делается? Вы ставите в кольцо некий объект, обычно еду, потому что вы же должны потребить как-то эту энергию. Настраиваете там вот очень много различных настроек, 36 различных... Там больше там только том инструкции, за что отвечает каждый из тумблеров, в каком положении нужно повернуть, чтобы получить именно ту аргонную энергию, чьи колебания соответствуют внутренним колебаниям вашего организма. И дальше вы это выпиваете, и у вас все становится лучше. Но, например, что у вас может стать лучше? Деньги, которые вы хотите иметь, экзотические места, в которых вы хотите побывать, способности, которых вы хотите развить, удача во всем, за что бы вы ни брались, любовь, которую вы желаете получить, духовная гармония, желанный баланс и, конечно, успешный бизнес. Без этого же никуда. Вот все это вам даст божественный прибор, который стимулирует вашу биоэнергию путем генерирования аргонной энергии. Пишут нам на сайте, до сегодняшнего дня знание о том, как генерировать этот тип энергии и сознательно направлять ее для достижения успеха держалось в секрете даже в таких передовых странах, как США, Германия и Япония. Негодяи, мировой заговор. А вот это вот внизу, не пугайтесь этих двух картинок, это интерфейс. То есть это не компьютерная игра, это реальный интерфейс, когда вы подключаете вот этот кусок пластика к компьютеру. Ведь он яркий, красивый такой, он сразу радует, вы там настраиваете все, раскладываете. На карте Таро немножко похоже. Если у вас не хватает денег на 36 каналов, которые стоят 872 тысячи рублей, можно купить недорогой вот за 27 на 4 канала. Ну, там попроще, конечно, будет. Возможно, не столько денег вам придет. Я вообще подозреваю, что эта штука приносит какой-то процент от тех денег, которые она стоит. То есть вот вы купили штуку за 872 тысячи 350 рублей и выиграли, например, 87 тысяч рублей в лотерею. Ну, все как бы. А если за 27 купили, ну, 2700 завтра, не знаю, вам кто-нибудь одолжил и разрешил не возвращать. Ну, то есть вот как-то, я подозреваю, я абсолютно не уверен. Так. А, да. И, естественно, все та вода и пища, которые получают аргонную энергию из радионик прибора, они называются живыми. Живая вода, живой сок, живое яблоко. Я вообще... А вот я всегда думал, если положить туда, например, жареную курицу, она станет живой или нет. Ну, наверное, да. И еще мне очень нравится вот цитата с сайта. Из инструкции. Это не сайт, это прямо из инструкции. Благодаря генератору-модулятору жизненной энергии планетарного типа, это вот он тоже, вы можете создавать астрологические оранжереи, которые можно сравнить с оранжереями, в которых выращивают растения на территориях, климат которых никогда не позволил бы дать жизнь таким растениям, четыре которых в одной фразе. Имея астрологическую оранжерею, вы можете генерировать астрологические тренды очень специфических событий, которые не предсказаны в индивидуальных астрологических картах. Перевожу на русский язык. Вы можете менять ваш астропрогноз. Серьезно. То есть вы прочли в газете, что на следующей неделе у водолеев будет неудача. Выпили сок с саргонной энергией. И раз, удача у водолеев. То есть вот там так и написано в прямом смысле. И это очень точное на самом деле попадание мошенников. Потому что ведь вера в такие вещи тоже рассчитана на тех людей, которые изначально по-хорошему должны верить в астрологию тоже. То есть это прям целевая аудитория, работа на нее. Если человек не верит в астрологию, все, он от этого прибора отваливается. А так вот, может быть, получит. Но если у вас нет 872 и даже 27 тысяч, предлагается отечественный аналог. Потому что там не отечественный аналог, кстати. Там западное производство. За 5 900 прибор «Сфера». Сначала я вам зачитаю, а потом объясню. Приборы «Сфера» — это компактные энергоинформационные приборы, созданные благодаря современному уровню развития технологий. В них встроено порядка 15 тысяч пирамидок из кристаллов размером в несколько миллионных долей метра, качающих энергию из космоса и от Земли по принципу египетских пирамид. И передающих эту энергию человеку. В одной фразе у нас сочетаются сверхсовременные технологии и давно забытые технологии египетских пирамид. Это тоже очень любимая история. На самом деле, «Сферу» я держал в руках. Это, друзья мои, деревянная шайба. То есть это «Есть деревянная шайба», вы не ошибли. Она так и выглядит. Я не знаю, какие там... Я ее не стал распилить, потому что она была не моя. Но если бы она была моя... В общем, у меня даже мысль была купить. Ну, 6 тысяч, ну ладно, подержу в руках. Ну, как-то вот не дошли руки. «Сферы» бывают 9 типов. Они бывают красные, синие, какой-то там голубой. Вот, мне очень нравится. Девушка пишет мнение свое на сайте. «Голубой прибор запускает в работу наши глаза». В 90-е бы сейчас все ржали. Сейчас это слово уже потеряло свою тонкость. «Я это проверила на себе», пишет нам героиня. «Несколько минут работы с прибором 3-4 раза в день, и происходит чудо. Вдруг начинаешь видеть далеко и резко. Но эффект длится недолго, потому что сама я с прибором работаю недолго. Но я уверен, что эта информация здорова в глазах накапливается и постихоньку время стопроцентного видения увеличится. Вообще, пишет девушка, у нее целых 8 приборов, но голубой ее любимый. Ну ок. Ну, 8 приборов, 6 на 8, 48 тысяч девушка потратила, подарила кому-то. И далее тоже очень люблю эти приборы. Вот эти наверняка рекламы. Видели рекламу их? Кто-нибудь? Эта реклама была еще несколько лет назад. Буквально вот пару лет назад сплывашки в интернете были с ними. Хотя это тоже из 90-х родом. Это называется «Цилиндры фараона». Это называется «Цилиндры фараона». То есть, если зачистывать, что в 1176 году в Закавказье обнаружена старинная эзотерическая рукопись тайны жизни и смерти, в котором содержалась информация о лунном и солнечном цилиндрах, которые использовались фараонами и жрецами Древнего Египта для укрепления жизненных сил и общения с богами. Дальше эту рукопись исследовали врачи. Тут куча мнений врачей, приведенные исследователи, физиотерапевтов. И написано, что эти штуки лечат. Сердечно-сузистые заболевания, нейротрофические гипертонии, болезни выводящих путей, астму, бессонницу, головной боли, снимает стресс и профилактика атеросклероза. В общем-то, от всего лечат. Как нужно пользоваться? Берете один цилиндр фараона в одну руку, а другой в другую и сидите. Я так понимаю, что это сделано для чего? Когда у вас заняты обе руки, читать неудобно. То есть это вот, чтобы вы не тратили свое время на всякую хрень и занимались самолечением. Есть свидетельства. Но больше всего я на их сайте люблю противопоказания. Замечу, противопоказания есть на всех сайтах у всех этих приборов. Обязательно. Но у цилиндров фараона они самые милые. Просто не рекомендуется менять цилиндры местами. Брать солнечный цилиндр в левую, а лунный в правую руки. Не использовать цилиндры в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Не использовать при шизофрении. Не использовать при эпилепсии. И, наконец, во время беременности. Вот это самое главное. Я представить себе не могу, что родится у женщины, которая, в принципе, использует цилиндр фараона. Если честно. Ну, не, родится может что-то хорошее, а вот воспитается неизвестно что. Ну, здесь написано, что улучшается протекание энергии, крови, мышление становится ясным. То есть, вот стандартный набор улучшений. Стандартный, абстрактный набор улучшений в вашем организме. Скажем так, вы будете здоровее, чем были. Взгляд биофизиков. Но, больше всего мне нравится, что на одном форуме, на форуме Самоделкиных, вот прямо на форуме Самоделкиных, я нашел большое-большое обсуждение цилиндров фараона. Обсуждали их там люди, это сейчас они стоят 7580, а это форум времен 2009 года, тогда они еще дороже столь, они подешевели даже, что мало брать стали. Они там стоили 1015, то есть, если прикинуть рост курса, это сейчас 1045 уже, то есть, довольно приличная сумма. И на форуме Самоделкиных обсуждали тему, как сделать цилиндры фараона своими руками. И я вот зачитаю инструкцию, первую строку. Вам понадобится, это серьезно, там даже кто-то сделал и предъявлял. Вам понадобится железная трубка диаметром 1 см, запаянная с одной стороны, медный кабель, вода, резервуар, полиэтилен, штатив, пласты длиной 600 см контактные и лейкопластырь. И все. Видите, какой простой рецепт в ближайшем хозяйственном магазине можно купить, и вы будете здоровы всю свою оставшуюся жизнь. Главное, как мы помним, не менять местами и не использовать при беременности. А так, все, в общем, прекрасно. Дальше. Биорезонансные модуляторы, я, наверное, мы их пропустим, потому что это, ну, то же самое, да. Это ровно то же самое, не буду повторяться, написано теми же словами, только в форме наклейки. Ну, то есть, компактненько. Ой, я вот это даже не видел, что я распечатывал. Вот это я зачитаю, я не могу. Эти штуки, эти штуки работают в четырехмерном пространстве и регулируют семь базовых свойств трехмерного мира. В частности, пространственную характеристику, симметрию, плотность, сингонию, что это, угловую характеристику, частотные характеристики, структурные характеристики. Ну, все понятно, мне кажется. Это то же самое, только зеркало. И все. Все отрегулировали. Набрались аргонной энергии, все отрегулировали. Теперь можно переходить к магии. Есть честные мошенники, я их очень люблю, они честно говорят, мы продаем магические приборы. Нет, вот прям магия. Вообще нет никакой там базовой технологии, нет никакой науки, это магия. Магия египетская, древняя, какая угодно. Самый лучший прибор в этой форме, это, конечно, пирамида Энсов. Патент Украины, номер 45876. Чтобы вы не расслаблялись, в России тоже запатентован. Кстати, догадайтесь, что написано в патенте, как называется патент. Ну, можно несколько вариантов предположить. Нет. Это не, ну, его нельзя доказать свойства, поэтому нельзя его запатентовать прибор. Нет. Нет. Очень простой вариант. Декоративный. Это пресс-папье для бумаги. То есть они все, они очень многие имеют патент, они очень многие зарегистрированы в Роспатенте. И в разных других, и в Укрпатенте, и в Белпатенте. Я в Беларуси, когда жил, тоже сталкивался. Но они почти все запатентованы либо как пресс-папье, либо как светильники. А он зарегистрировал, тем он пресс-папье. То есть вы ставите бумажку, а потом сверху ищут. Ну, это как бы конструкция какая-то есть. Для чего на самом деле он нужен? Во-первых, он помогает находить пропавших людей. Это вот прям сразу. Позволяет разрешать любые конфликтные ситуации. Воссоединяет семьи и решает проблемные эпизоды с любовницами. С любовниками почему-то не решает. Ну, наверное, потому что автор мужчина и не подумал. И, конечно же, помогает в уголовных делах, связанных с похищениями. Вот кому? Да, это хороший вопрос. Нет, на самом деле там описано, кому. То есть если у вас кого-то похитили, то нужно взять его фотографию, положить на основание, сверху положить пирамидку, и этот человек к вам потянется. Я так и представляю себе человека, связанного где-то в плену маньяка, который к вам тянется. Вот. Работает эта штука по принципу информационного ретранслятора, исполнителя той информации, которая лично вами от руки написана графитовым карандашом на чистом белом листе бумаги или вокруг фото вашего объекта внимания. Написанное рукотворное послание ложится под пирамиду на уровень первой трети, 48 мм от плоскости основания, на которой установляется пирамида, либо 80 мм от центросферической линзы основания. Это место наивысшей напряженности, переход на четвертый пространственный уровень, который управляет нашим трехмерным земным миром. Вот. И еще. Настольная пирамидальная установка выполнена по сакральной геометрии древней египетской высшей школы посвящения Ангхенмат. Звучит-то как? Это как, знаете, как кто-то из советских фокусников поднимал руку и говорил какое-то подобное слово. Какое-то абракадабра подобное. Вот это, кстати, вы видите, это из патента я выдрал. То есть здесь был желтенький фон, но я выдрал из патента вот эти вот схемочки для того, чтобы они тоже демонстрировали. Что мне в этом нравится? На официальном сайте он стоит 77 тысяч, а на Авито всего 40. На Авито 4 штуки продается. Вот реально, ну сейчас может нет, но последний раз я проверял месяца 4 назад, и реально 4 пирамиды продавались на Авито по 40 тысяч. Недорого. Наверное, люди, которые с помощью них кого-то искали, всех нашли. Я так подозреваю. И больше не понадобилось. Ну и, конечно, есть такая прекрасная... А, еще здесь хорошая заметка. Другая пирамида для этих целей не подойдет, пишет нам автор. А вот это вот устройство, артефакты Ассоциации Атлантида. Это прекрасный сайт Ассоциации Атлантида. Они не скрывают, что они проводят чистую магию. И все, что написано на их сайте, это чистая магия. Потому что я не понимаю. То есть я не понимаю там ничего. Я вот сейчас это считаю вам. Сейчас. Вот это вот верхнее, зелененькое. Это пирамида с магической личностью 17-го канала, которая проявляет в пространстве мага 17-го аркана, который настроен на постоянную диагностику и целительство окружающих пирамиду людей. Я ничего здесь не понял. Они знают, что такое 17-й аркан, 17-й маг. Ну, наверное, люди, которые этим пользуются, они, наверное, знают, что это такое. Все это светильники. Здесь есть лампочки, видите, у них есть все. То есть мне всегда очень нравилось, что вот пирамиды, которая позволяет цирительствовать магам 17-го аркана, ее нужно в сеть включить. А, извините, а до того, как появились стационарные сети, до того, как Эдисон, Тесла и Долива Добровольский все это раскрутили, они как работали? Наверное, не знаю, динамомашины, что ли. Вот. Ну, да, в Атлантиде, да, наверное, да. В Атлантиде, скорее всего. Ну, вот видите, объяснение всегда, всегда прекрасно найдется. Не, подождите, подождите. Аргонная энергия не питает, неодушевленные предметы. Аргонная энергия питает только половати. Может быть, я не знаю, но вот эти гаджеты... Возможно. Что-то недоработано. Недоработано. Вот. Ну, вот магических приборов довольно много, но они все не очень интересны, потому что почти все они являются банальными светильниками. И вот видите, есть светильник, который можно вот так воткнуть в компьютер, почему-то в слот для наушников. А дальше пойдут две группы приборов, которые являются наиболее опасными. В принципе, все то, о чем я говорил до сих пор, это развлекаешь. Это развлечение. Ну, человек потратил свои там кровные 800 тысяч, которые откладывал 20 лет на этот прибор. Ну, это его проблема, он дурак. Ну, я ничего не могу сказать больше. А диагностические и лечебные приборы, то есть те, которые используются номинально для определения болезни, вызывают веру. И точно так же, как любые абсолютно псевдомедицинские средства, они могут настоящему человеку помешать лечиться по-настоящему. Человек просто потеряет время. Я вообще всем рекомендую прочесть прекрасную книгу Алексея Водовозова «Пациент разумный». Вот запишите, прям прочтите. Прекрасная книга. Я очень стараюсь в этой лекции не заходить на территорию Водовозова, потому что он врач, он профессионал, и он написал эту книгу именно о методах лечения, которые являются псевдонаучными. Я же здесь специализируюсь, видите, именно на гаджетах. То есть я вообще гаджетоман такой. А он рассказывает о таблетках, о всяких вещах, которые именно лечебные. Но, тем не менее, немножко я на его территорию в диагностике залезу. В частности, это иридодиагностика. Слышали? Ну, многие слышали. Это определение болезни по радужке глаза. Был такой венгерский, по-моему, врач. Ну, не врач был, изначально он молченый, врач. Игнац фон Пиццели, который в 1860-х годах, по легенде эта легенда, нашел в лесу сову со сломанной лапочкой и с каким-то повреждением глазика. Он принес ее домой, вылечил лапочку, глазик тоже прошел. И он сделал вывод, что, наверное, сломанная лапочка была связана как-то с глазиком. И в 1866 году выпустил первую книгу по иридодиагностике. Справочник, который позволял по рисунку радужки определять болезни. Проблем тут несколько. Ну, во-первых, были проведены иридодиагностики, они же странные парни, в какой-то мере честные. Они всегда почти соглашались на слепые исследования. Есть очень много исследований иридодиагностики абсолютно официальных. В отличие от гомеопатии, которые исследуют так, с трудом, потому что там... Иридодиагностики, они всегда рады, они как раз сами иногда свои технологии позволяют исследовать профессиональным ученым. И никакие тесты не дали никакого отличия от случайного определения болезни. То есть, видите, вот радужка, например, если вот там повреждение, значит поврежден мозг. Если вот в этой зоне повреждена нога или рука. И было показано в исследованиях, что диагноз, который ставил иридодиагноз, никак не отличается от диагноза, который ставил человек любой, просто случайный, ткнув палец и сказал, у тебя грипп. Вот ничем, то есть не было обнаружено никакого отличия. То есть она не работает. Это, в общем-то, понятно, но плюс к тому мы должны понимать, что очень многих людей цвет, внешность, вообще радужки зависит не от того, что у них заболел живот, а просто от того, что они глаз где-то повредили. Эта иридодиагностика почему-то не учитывает. Но я не буду о самой диагностике, хочу сказать, что приборы для нее продаются. Вот Иридод тест 35 тысяч рублей. Это вполне себе обычная камера с отражателем, которая... Это не программка, которая банально фотографирует вас точно так же, как фотографировали ауру в самом начале нашей лекции. Вот, так, секундочку. Окей. Посмотрел на время. Есть еще одна группа диагностических приборов. Заметьте, очень похожа на ауру приборы. Но Маджерик, Маджерик Биоскан уже позиционирует себя именно как диагностический прибор, который позволяет определить, чем вы больны. Сейчас прочту. В большой гамме методов исследования психологического состояния человека был выбран один из наиболее ярких, информативных и интуитивно понятных широкому кругу людей метод исследования ауры. То есть он исследует, он использует ауру, но не просто ее снимает, а именно пытается поставить по ауру диагностику, какой-то определенный диагноз. И самое страшное, что и на сайте, если не сайте, у них есть еще и клиника, вот у этих ребят, и на сайте, и в их клинике, вот это фото оттуда, собственно, сделано, и на сайте, и в их клинике утверждается следующее буквально. Пройдя биорезонансное тестирование на Маджерике, вы получите полную информацию о здоровье, что недоступно при использовании таких методов, как УЗИ, рентген и компьютерная термография. Ну вот заставляет задуматься на самом-то деле, да, это смешно, но это печально, потому что они пытаются себя противопоставлять совершенно реальным способом, совершенно реальным работающим методам диагностики, которые действительно могут что-то показать. Работает точно так же, как приборы для фотографирования ауры. Вот женщина сидит, она положила две руки, вот есть биоскан для одной руки, вот Маджерик, когда вот так кладется четыре пальца, есть такой биоскан с ванночкой, куда вы кладете вот так две руки, как положила женщина, и дальше вы видите все то же самое. Вот этот вот замечательный интерфейс с разноцветной чакрой и, соответственно, попытку определить, чем же вы больны. Естественно, вы больны. Естественно, вы больны всем. И более того, сколько бы вы ни лечились в такой клинике, вы не вылечитесь никогда, потому что им выгодно вас лечить. Следующий класс, очень большой тоже класс диагностических приборов, это приборы, которые работают по методу Фолли. Слышали такое? Это вот известная история. Метод Фолли, он запатентован был тоже в 50-е годы, и изначально не было понятно, насколько он реалистичен, но уже в 60-е годы он был полностью опровергнут, было доказано, что это не работающая история, хотя Фоль породил с собой огромное количество последователей. По сути, это комбинация акупунктуры и, как называть, гальванометра. То есть он замеряет банально сопротивление вашего. Различные кожно-гальванические реакции электрические. Прикладывается один, видите, на одной руке у нее контактик у женщины, а дальше, после того, как контактик к одной руке прикреплен, проводком-то соединяется с датчиком, которым врач, ну якобы врач, прикладывает к разным частям организма, и разницу между показателями он записывает. И поэтому ставит диагноз, какая часть организма у вас отличается от пальца. Я не шучу. Это буквально совершенно. То есть метод Фоль позволяет объяснить, какая часть организма у вас от пальца отличается. Ну, в принципе, наверное, и все отличаются. То есть это два электрода. Людям, которые используют кардиосимулятор, метод Фоль использовать нельзя. Это противоказание объективное, просто потому что он может повредиться. Номинально это штука, которая обнаруживает различные энергетические дисбалансы организма, но, мне кажется, в организме не бывает энергетических дисбалансов, поэтому метод, в общем-то, фейковый. Конечно, но, тем не менее, приборы Фоль продаются, люди используют их для самодиагностики, они видят там красненькое на интерфейсе, видите, интерфейс опять же есть, и бегут к врачу. Надеюсь, что к нормальному, а не к акуму культурному. Ну и мой любимый диагностический прибор в этой категории, если метод Фоль, он такой всемирно известный, спорный, и не настоящий, но тем не менее известный, метод Ольги Кузьменко, вот это и сугубо такая русская национальная идея. Называется модульная диагностика. Основана она на длительной практической работе в духовном целительстве. За 15 минут с помощью портативного прибора проводится измерение диагностических точек акупунктуры, 6 на руке и 6 на ноге. И по полученным модулям прочитывается объемная информация о человеке. Это тот же метод Фоль, подчеркиваю, да, это тоже два электрода, которые присоединяются к разным частям вашего тела. Но Ольга Кузьменко гораздо круче. Она позволяет определить дисбалансы в нашем организме на трех уровнях. Первый уровень медицинский. Определение состояния всех органов и систем человека. Печень, почки, желчный пузырь, позвоночник, уровень кислотности желудочного сока. Как они определяют уровень кислотности, ей-богу, представить себе не могу. Мне в детстве определяли, это же 3 часа с трубками нужно в желудке сидеть, а они так раз в 15 минут, ну ладно. Наличие камней в органах тоже загадка. Но есть второй уровень диагностики, социально-психологический. Определение психологического состояния в момент обследования. Например, он может определить самооценку человека, способности человека к выполнению различных задач, а также понять смысл невербальных поступков и образов человека. Но самое главное, это третий уровень, духовный. С помощью прибора Ольга Кузьменко можно определить нарушения духовных законов, которые вызывают появление различных заболеваний. Например, нарушение заповедей господних. Нарушили? Прибор покажет. Нарушение внутренних устоев, принятых за норму. Обещали не есть после шести? Прибор покажет. Нарушение различных духовных законов перед людьми. Например, непочтение к супругу. Опять же, супруги здесь нет. Не знаю почему. Эгоцентризм, властность, мстительность, гневливость, жадность, кумирство, осуждение, похоть. Семь смертных грехов на самом деле. И главное, этот прибор позволит определить невыполнение миссии. Я боюсь представить, что это. Тем не менее, Ольга Кузьменко в природе существует. Приборов у нее там довольно много. Это вот два. Очень смешно, они на сайте написаны. Написано, что вы не смотрите, что они так выглядят. Они сочетают в себе надежность советского корпуса и ультрасовременные начинки. Ну, в общем, по ним-то и видно, если честно, надежность советского корпуса. На самом деле, почему они все так выглядят, я могу пояснить. Естественно, все эти корпуса, они делаются под заказ, да? Например, на заводе жестяных изделий. Ну, то есть, где-то они заказываются. И они в прайс-листе данного предприятия просто выбирают самые-самые дешевые пункты. Самые плохие пластмассы, самый дешевый металл, самая плохая печать. Всегда. Они экономят на всем. На самом деле, доходы у них не очень велики, несмотря на видящиеся большие цены, по той причине, которую я уже называл. То есть, дорогие вещи продаются редко, а основные деньги делаются на мелких. Ну и, конечно, лечебные приборы. Это сложная тоже категория, опасная, потому что после того, как вам фоль и иридодиагностика объяснили, что вы больны всем, вас начинают лечить. В первую очередь, это, как ни странно, магнитотерапия. Я думаю, на магнитотерапии многие из вас были, многим из вас прописывали, да? Так вот, Россия – это одна из, по-моему, трех или четырех стран в мире, в которой физически магнитотерапия до сих пор считается лечебной процедурой. Я могу рассказать на себе, у меня в 2009 году была очень серьезная травма руки, после которой я, в общем, бросил много чего, в том числе на гитаре играть. У меня вот здесь были перебиты нервы. У меня были перебиты нервы, у меня эта рука отсохла, в прямом смысле слова. Она не работала, она выглядела очень странно. И первый же невролог, который сказал, ой, на магниты идите. Второй невролог меня отправил на операцию, мне нервы пересадили, у меня все заработало. Но первый невролог меня отправил на магниты, на который я, честно, ходил, потому что я был маленький и глупый. Нет никаких доказательств того, что статичное магнитное поле воздействует на человека. Оно никак не воздействует на человека. Вы можете прийти под портовый магнит, да, портовый магнит может поднять там, вы понимаете, 30 тонн и встать под ним. Если у вас в кармане ничего железного нету и зубов железных, с вами все будет хорошо. Статичное магнитное поле попросту не работает, ну, никак не воздействует на человека. Количество железа в организме человека столь мало, что это невозможные величины. Тем не менее, пользуясь тем, что в России, в США, использование магнитотерапии запрещено законом. Не только в США, в европейских странах тоже многим. И вообще это считается мошенничеством. Поскольку у нас оно не запрещено и во многих местах оно прописывается, у нас продаются такие компактные приборчики. Там внутри вполне реальный магнитик. То есть если приборчик поднести к металлу, он его притянет через пластик, но больше там ничего нет. Магнитик, но зато он стоит честно, вот 2400, это в принципе его почти реальная цена. Но почему эта цена столь мала? Потому что они продают как будто реально действующую технологию. Смотрите, в больницах это лечат, ну и мы тоже. Тем не менее, больше про это говорить, наверное, не буду, потому что приборы все одинаковые. Это просто коробочка с магнитиком. Вот, да, многие видели. Циркониевые браслеты в 90-е вообще было очень популярно. В начале 2000-х тоже в последнее время исчезли. А как вы думаете, почему именно циркониевые? Ну нет, циркони не самый дорогой, не самый дешевый, в общем-то, металл. Что-что? Звучит название класс, это причина номер два. Но она есть такая. Дело в том, что цирконий, он абсолютно инертен. Цирконий используют, например, для зубных протезов в качестве замены титану. Из циркония делают медицинские приборы и импланты. Он абсолютно инертен, но не вступает ни в какую реакцию с человеческим организмом. Это медицинский металл. Производство из... Из этого следует две вещи. Во-первых, он не может нанести вреда. Сто процентов. То есть люди, у которых аллергия может быть на серебро. Я знал девушку, которой реально уши краснели, отваливались при золотых сережках. Я знал одного единственного человека, у которого была реакция на платину. То есть на любые металлы почти есть цирконий абсолютно инертен. То есть это браслет, под которым точно не будет никакого раздражения никогда, потому что он так работает. Это первая причина. Но это как бы логичная причина. Вторая фишка в том, что исходя из этого же он никак не может действовать. Вообще. То есть он не оказывает на организм никакого влияния. Просто потому что это абсолютно инертный металл. Вот и все. И при этом он достаточно дешевый. Он не самый дешевый, но он достаточно дешевый для того, чтобы делать из него достаточно красивые украшения. И рассказывать о том, какой он волшебный. Ну, нет вреда, уже хорошо. Тем не менее. То же самое касается еще одной категории. Очень популярной некогда. Турмалиновые различные магнитные одеяла и коврики. Турмалин, напомню, такой минерал. Камешек. Там мелко измельченный турмалин как-то интегрируется в одежду. В одеяло, в пледы. За счет этого плед сразу начинает стоить 10 тысяч, а не 3. Но никакого действия он не оказывает. Вот, собственно, и все. Это вот из одной и той же истории. Ведь это современная, кстати. Фотография совершенно современная. Он в Китае производят очень активно. Теперь перейдем к серьезному. Это все были так, игрушки. Про анимодулятор я просто обязан вам зачитать. Неотъемлемым, можно сказать, самым главным отличительным признаком всего живого является его способность к самоорганизации. И она присуща человеческому организму. Те нарушения в энергоинформационном обмене, которые наблюдаются у современного человека, это результат воздействия на организм различного рода патогенных излучений, при котором страдают его тонкие полевые структуры, биополе. Это мы уже слышали, правда? Но энеомодуляторы, они не защищают нас, как вот предыдущие приборы, от вредных различных проявлений. Они лечат то, что эти вредные проявления испортили. Они положительно влияют на энергоинформационный обмен внутри организма на всех уровнях тонкой энергии человека. Это называется пиктографический, безрезонансный энергоинформационный модулятор тонких физических полей лаборатории инфотех. Полное название. По отдельности из этих слов три не имеют вообще никакого значения, остальные имеют другое значение. Ну то есть это очень красиво сформулировано, мне прям очень нравится. Философия вот этих энеомодуляторов заточена на том, что каждый человек это энергоинформационная система, и для того, чтобы эту энергоинформационную систему направить в правильном направлении, ему нужна какая-то штука, которую он положит в карман, и которая будет на него положительно влиять. Это, как ни трудно догадаться, пластиковая карточка. Пластиковая карточка, вот обычная в формате виза. Как виза, ее можно в кошелек положить, можно в карманчик. Они позволяют структуризировать, гармонизировать, все это мы уже слышали. Но я лучше вам пример приведу. Например, энеомодулятор Бриз 4. Здесь он есть, интересно? Да, есть, вон, Бриз 4 есть. Его можно сравнить с Бризом 3. У него, как и у Бриза 3, нет приоритета по проблемам. Он работает с более высокой интенсивностью по всем направлениям. И результаты взаимодействия с этим устройством могут быть более ощутимыми по сравнению с Бризом 3 во всех своих проявлениях. А если человеку взаимодействие с Бризом 4 вдруг стало некомфортно, вероятно, процесс перестройки его организма идет чересчур активно. В этом случае нужно уменьшить его интенсивность, либо работать с ним дозированно, то есть носить с собой энеомодулятор не постоянно, а с некоторым интервалом. Здесь есть энеомодуляторы, которые регулируют ментальную сферу, которые увеличивают потенцию. Причем последних штук, наверное, 30% потенцию увеличивают. Видно, что востребовано сразу. То есть можно стопку такую набрать, в карманы себе положить и ух, такое ощущение возникает. И они, соответственно, излечивают вас от различных болезней. Там есть энеомодулятор печени, энеомодулятор почки и так далее. Но большинство у них красивые названия. Цветогор, тигрис, факел. И вот светлица. Обратите внимание, опять же, на вторую сумму. Вот это моя любимая. Это светлица блага бриллиант стоит столько. Сейчас я вот попытаюсь... Вообще про светлица, наверное, зачитывать не буду, потому что на такой бред написан. Хотя вот нет, прекрасная фраза. Светлица блага является системой восстановления временной поточности человека. Иначе говоря, если вы покупаете светлицу блага за 858 тысяч, вы получаете вдобавок светлицу блага сильвер. Это в подарок вам. Ее, собственно, стоимость поменьше 1100, но вы ее в подарок благам бриллиант получаете. Также вы получаете 10 мелких светлиц. Я уж не помню, каких на выбор там, которые по 3000. Светлица блага должна быть у руководителя. Там написано так. Светлица блага сильвер у заместителя, а мелкие у сотрудников, чтобы все-все хорошо работало. Это комплексная такая история. Вот. И к вам начинает, соответственно, течь деньги, у вас начинает улучшаться здоровье, у вас начинает расти потенция. То есть все начинает резко улучшаться за 858 тысяч 400 рублей. Но есть за 900 очень дешевые светлицы. Как ни трудно догадаться, это тоже пластиковая карточка. И вот я ее хочу провести именно как пример абсолютного рекорда по соотношению стоимости и себестоимости. Но фишка в том, это именно то, о чем я говорил. Никто, наверное, никогда в истории не купил вот эту за миллион почти светлицу. Все покупают, смотрят на этот ужас и покупают себе 900 рублей. И они, наверное, продают очень много. У них был офис около Арбата, у этих ребят. Я не знаю, если сейчас, еще два года назад был. Он был, у них там прям их название ООО какое-то там, я не помню этого названия. У них был свой сайт. Это не их сайт, это сайт магазина, который, как бы называется, разные штуки продается. Вот. У них в этом офисе, судя по фотографиям одного моего знакомого, который туда ходил и пофоткал, там сначала вы садитесь, вам рассказывают, как у вас все болит, а потом вам начинают продавать эти светлицы. Ну, начиная с дешевеньких таких, по тысяч, по 10. Говорят, неплохо шли дела. Сейчас вот не знаю, наверное, у них дела похуже, потому что давно я ничего не слышал. И цены у них, кстати, упали. Упали немножечко. Вот. А есть еще аквакарточки. Аквакарточки, я вот про них мало знаю, потому что я их буквально вчера нашел и добавил в презентацию. Поэтому тут немножко защита. А, вот, да, точно. Аквакарточки есть двух типов. Это называется аквананотехнологии. О, аквананотехнологии. Есть двух типов. Это такая подставка под пивасик. Ну, представьте, квадратненькая такая вот и картонная. То есть это даже не пластик. Можно подставить под бутылочку. Вот. У них есть штуки, направленные на лечение. Вот видите, карточка квантовой телепортации печени. А, ведь на самом деле квантовая телепортация, она же существует в природе. Да? Ну, как явление. Физическое явление. Довольно сложная история. Не имеет никакого к этому отношения, но они нагуглили этот термин и использовали его здесь. Но больше всего мне нравится карточка улучшения косметики. Вот она там нарисована. Содержит биоматрицу Олейникова с природным эффектом фитосолитона. Скалярная энергия Олейникова воздействует на косметики в резонансно-волновом режиме ковертона. И в результате размещения косметики 15-30 минут на аквакарточке повышается насыщенность цвета губной помады. Она легче наносится, становится более эластичной, повышается ее стойкость, усиливаются запахи природных компонентов косметики. Ромашковый, мятный и огуречный, написано в скобках. Химические свойства воспринимаются аквакарточкой как чужеродные и нейтрализуются. Я так понимаю, что у печени тоже улучшается огуречный запах, я не уверен. Есть еще спиртосодержащая продукция, улучшатель ягод, фруктов. Вот это кольцо на мошонку, чтобы вы понимали уровень подхода. Вот это для уменьшения вреда от сигарет. Но у них есть на самом деле жутковатые штуки. Почему они вообще вот здесь в лечебных? Потому что у них есть целый ряд карточек, которые номинально от чего-то лечат. Например, у них есть... А вот я не уверен, что я ее... Что я ее вообще... Сейчас найду. Вот я ее, наверное, пропустил. Но у них физически есть, я прям помню, аквакарточка, которая называется рак. И она лечит от онкологических заболеваний. Вы ставите ее под воду, пьете воду, и у вас... Ну, я надеюсь, что у вас ни у кого такой проблемы вообще нет, не возникнет. Ну, человек, больной человек, он начинает лечиться. Это все довольно жутко звучит, но это как раз эксплуатация вот этих вот, знаете, принципов последней надежды. Когда человек, когда с его болезнью уже не справляется традиционная медицина, и он бросается просто в то, что дает ему надежду, он покупает. И мошенники на этом очень хорошо наживаются. Да, это недорогие эти аквакарточки номинально, но тем не менее накапливается. У них еще есть биорезонансные вкладыши в тапочки. Это тоже смешно, очень мило, мне кажется. Вот. Так. Сейчас мы перейдем к КВЧ-терапии. Единственное, что я посмотрю, что у меня в плане здесь дальше. План довольно сложный, видите, довольно много всего, и в этом очень легко запутаться. И я иногда в этом путаюсь, поскольку... Так, 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 так. Где-то же у меня про это все было. Где-то же у меня все это было. Смотрите, КВЧ... Это довольно большой тоже класс приборов. КВЧ-терапии — это крайне высокие частоты. Расшифровывается это так. Вот прям так расшифровывается. Крайне высокие частоты. Никола Тесла, когда он... Сейчас про Теслу небольшое отклонение будет, потому что нужно пояснить. Тесла в свое время принимал участие в знаменитой войне токов, когда была борьба за переменные и за постоянный ток. Когда Эдисон строил электростанции, которые работали на постоянном токе. А Вестингаус, у которого главным инженером работал Тесла, строил электростанции на переменном токе. И была война токов. Они друг другу доказывали, какой из них безопасней. Опасней, естественно, переменный ток. Просто потом на базе этих исследований появился электрический стул. Так вот, Тесла, одной из знаменитых демонстраций безопасности переменного тока, Тесла выглядела следующее. Он подходил к двум проводам, брался за один, брался за второй. У него вставали дыбом волосы, по его телу шел ток. Он потом убирал и демонстрировал, что это безопасно. Это был абсолютный трюк. Почему? Потому что это был высокочастотный ток. Когда очень-очень высокая частота тока, то ток не проникает глубоко в ткани. У него очень низкая проникающая способность. То есть он идет по поверхности кожи. И поэтому высокочастотный ток, когда встают дыбом волосы, а с человеком ничего не происходит, это высокочастотные токи. Так вот, фишка в том, что любые высокочастотные излучения, то есть крайне высокие частоты, они тоже подвержены скин-эффекту. То есть скин-эффект, это слово кожа, они не проникают через кожу вообще. То есть глубина проникновения, ну где-то там 2 миллиметра. И когда вот эти вот ребята рассказывают, что с помощью такого прибора за, заметим, 200 тысяч рублей можно лечить, например, гастрит, а мы понимаем, что просто по физике эти излучения такой частоты, они в принципе через кожу даже не проникают, мы понимаем, что здесь что-то не то. Тем не менее, такие гаджеты продаются, это коробочка с лампочкой, да, внутри там нет ничего, там батарейка и лампочка. Тем не менее, продается. И у него вот этот, я такой, не этот конкретный, я такой держал в руках, он запаян наглухо. Вы не можете его открыть. Мы его резали. Но это сделано специально, потому что когда человек додумается его открыть, он найдет там лампочку, он, наверное, обидится немножечко. Вот, а вот и рекордсмен наш, ценовый рекордсмен, это аппараты Радомир. Самый дорогой, стоит 21 миллион рублей. Вот есть такой гаджет. Это то же самое. Это то же самое, но он выглядит покрасивее, это тоже якобы излучатель высоких частот электромагнитных, которые вас лечат. То есть, заметьте, вот мне стало интересно, если взять излучатель КВЧ и повесить для себя кулон защищающий от частот, что победит, кто кого сборит. Вот было очень интересно, неизвестно кто-то кого-то. Радомир, видите, он стоит 21 миллион 300 рублей, это не опечатка, если на 21 миллион. А вот это вот Радомир Мини. На сайте его свойства точно такие же, как у Радомира Макси, но стоит он 30 тысяч рублей. Тот же трюк. Человек приходит, видит красивый специальный медицинский прибор, который лечит его с помощью высоких частот всего, и покупает в итоге маленький за 39 тысяч, потому что, фух, ну слава богу, нашел подешевле. Нашел, ну что сказать, молодец. Вот там сбоку пластины Радомира, вот эти вот две пластины. У них тоже довольно большая гамма этих пластин, штук 20. Но это то же самое, что вот корректоры, как это КФС, вот Данилово Озеро, это то же самое. То есть они, сейчас, модуль структурного переноса информации. Они работают на принципе информационного переноса и служат для нормализации работы различных систем организма. Способствуют, кстати, повышению качества принимаемых решений и усилению интуиции. Я в этом абсолютно уверен. Человек, который купил эту штуку и понял, что она не работает, и сразу повысилось качество, принимая их решения, он больше никогда не купит. То есть это 100% работающая штука, очень рекомендую. И вот, кстати, вот у них есть как раз пластины от онкологии, вот этих ребят. Вот такая вот штука, пластиковая. Стоит, по-моему, 1010 рублей, я не помню. Способствует восстановлению поврежденных и уничтожению аномальных клеток и тканей. А также увеличивает продолжительность жизни больного. То есть это тоже вот такая вот игра на последней надежде человека, который, в принципе, может уже и не иметь никакой надежды. Сайт, вот видите, Родомир, проще красивый сайт, все там работает. Ну и, конечно, кремлевские таблетки. Помните, кремлевские таблетки-то, помните? Это же вообще везде было. Они не пропали. Я вообще думал, что они пропали. Нет, они не пропали. Они точно так же называются. Видите, это Кремлин Таблет Ру. Сайт точно такой же. Он называется теперь Капсула Здоровья Сибириум. Ну, красиво зато, красиво зато звучит. Капсула Здоровья как работает? Очень просто. Там внутри тоже электромагнитный излучатель. Вы его глотаете, оно проходит сквозь вас и излучает изнутри вас. И у вас все нормализуется. Все совершенно банально. Я никогда не видел к ней инструкцию. Мне всегда, когда еще реклама была их по телевизору, активная по Первому каналу, мне всегда было ужасно интересно, оно многоразовое использование или нет. И сейчас, буквально недавно, я получил ответ на этот вопрос. Потому что, как вы думаете, что вот это такое? Это ректальная кремлевская таблетка. Вот, то есть для тех, кто не готов использовать повторно оральную таблетку, может использовать повторно ректальную. Естественно, это не работает. Мне очень нравятся тоже отзывы у них на сайте. Или отзывы, если он путает. Нет, все работает, это примитивненько. Тут все круче. Сел вчера днем в 12.00 за руль из Барановича, это недалеко от Минска, до Москвы и взял кремлевскую под язык на полчаса. Так долетел по непогоде в снег-метель за 8 часов до столицы на одном дыхании. Без остановок 850 километров. Да я так в молодости не ездил. Только еще, что пешком едет. Минимум 10 часов ездил. И бодрит до сих пор. Сил немерено. Вот мужчине помогла таблетка под язык. У них есть еще отдельный раздел сайта. Называется Эректрон. Тоже, я думаю, нетрудно догадаться. Там точно такие же таблетки, только для эрекции. Внутри они точно такие же. Да. Вот это мы прошли на самом деле все приборы, которые используют люди для улучшения собственного функционального состояния. Есть еще какой-то набор приборов определенный, который предназначен не для непосредственного взаимодействия с людьми. Ну вот, например, экранирующие коробочки. Эрекранирующая коробка это то же самое, что эти вот флешки, которые можно вот из компьютера и Wi-Fi перестают работать. То есть, если вы боитесь, что какая-то ваша любимая вещь повредится от электромагнитных излучений, ее можно положить в эту коробочку. У меня был одногруппник, когда я учился в политехе по прозвищу Пилат. Вот же, блин, был. Он, это были 2000-е годы, и дискетки были у нас у всех, и мы носили работки на дискетках, и Пилат ужасно боялся, что у него дискетки разрядятся и потеряют информацию. Он каждую отдельно заворачивал в шесть слоев фольги, потом все это к какой-то фольгеную сумочку, с этим ехал в троллейбусе, прижимая это к груди, наверное, тоже в кольчужной фольге. Вот специально для таких людей, я не знаю, что с ним сейчас, я его в последний раз видел очень-очень давно, 15 лет назад. Ну вот, наверное, для таких людей изготовлена, собственно, вот такая вот прекрасная вещь. Меня очень умиляет. Ну и, конечно, есть активаторы воды. Активаторы, структуризаторы. Если вы наберете активатор воды в интернете, вы найдете огромное количество различных ссылок. Я вот вам уже про структуризатор расскажу, потому что это прям свежо предание. Вот внизу вот эта вот штука, это структуризатор воды. Как это называется? Так, я потерял бумажку, на которой есть прекрасное, божественное, чудесное описание. Ну вот, я же эти термины не помню. Ладно, что вспомню, то расскажу. Это называется фляжка с биосами для структуризации воды. Биос в расшифровке означает биосветовой юнит или биосветовая технология. Разработана древними китайскими учеными по современным технологиям. Ну, плюс-минус там так и написано. Либо современными по древним, ну, что там как-то хитро написано, из китайского автоперевода, наверное. Вот, вы берете эту чашку. Вода там имеет какой-то неструктурированный совершенно состав, который может вас испортить. А наружу, вы когда ее пьете, она становится структурированной. На самом деле, вот мы тут перед лекцией вспоминали с организаторами. Недавно по интернету разошлось прекрасное видео, снятое на каком-то слете вот этих изобретателей. Может быть, вы видели. И там какой-то дядька взял две пробочки от двух бутылок, ну, таких вот обычных, пластиковых. Эти пробочки так вот склеил. И сделал у них дырочку. Да, вот вы видели это видео, сразу показывает молодой человек. И две бутылки вот так склеил. Естественно, он ставит одну бутылку на другую, через эту дырочку вода плюется, ну, как в песочных часах. Если ее раскрутить, образуется водоворотик. Ну, это естественно. И он рассказывал, что это как-то прибор, это прибор, который он изобрел, который позволяет, наоборот, стереть всю излишнюю информацию, которая есть в воде. То есть она несла какую-то негативную информацию, покрутили этим водоворотиком, раз, и вода неинформационная. Теперь ее можно структурировать с помощью вот этих биосов. Это к чему? К тому, что эти ребята, даже слеты у них есть. Я помню, вот опять Арбат вспоминаю, на Арбате, в районе 20-го дома, Арбат-21, не помню, там вот галереи есть, там второй этаж, их часто арендуют под разные ярмарки, вот новогодняя была ярмарка, вот они там арендовали несколько лет назад, у них там была ярмарка вот этого всего барахла, прям вообще. И аудитория там была соответствующая, там были такие тетушки, которые, такие с розовыми волосами тетушки классические, которые приходили и говорили, ой, большое спасибо, что вы делаете. На видео даже вот такой же эпизод есть, они прям вот, я этого не видел, я просто несколько таких видео видел, они все очень одинаковые. Есть набор какой-то неклассифицируемых приборов, которые являются... На самом деле я далеко не обо всем рассказал, есть еще. Ну, например, вот есть DreamStalker, это приборы для управления с нами. Как это работает? Вы надеваете вот такую масочку, и она начинает вам в определенном порядке мигать, то есть через закрытые глаза, через веки, она вам наигрывает какую-то световую мелодию, и номинально может направлять ваш сон в каком-то направлении. Но поскольку эта штука не знает, о чем, чего там снится, естественно, управляет она довольно странно. Эта вся история ушла, пошла от Уильяма Бироуза и вообще битников, которые в свое время сконструировали специальную brain machine, то есть машину для управления с нами, которая должна была заменить им наркоту. Если кто-то читал, мы в свое время популярный механик, когда я работал, такую делали. Это такой цилиндр с определенной формой вырезов, он ставится на проигрыватель 33 оборота, и он начинает вращаться, а вы садитесь перед ним на кресло с закрытыми глазами, и он, соответственно, определенной частотой вспышки вам дает, и через некоторое время вы обнаружите, что его под кайфом. Ну вот на Уильяма Бироуза это действовало, нормальных людей нет. Но я думаю, на Уильяма Бироуза это действовало, потому что он был к тому времени обкурен и обковывал по-самому я не могу. Но на обычных людей это не думает, не действует. А вот Dreamstalker – это штука, которая работает плюс-минус так же. То есть она просто вспышками пытается регулировать ваш сон. Ну я не знаю, насколько это функционально, мне кажется, заснуть даже с этим трудновато. Вот. Селерон, если честно, я не помню, что это такое, почему это делают в этой презентации, но вот вы можете списать этот адрес и… А, это тоже… Да, точно. Это штука, которая тоже подключает… Вы должны спать рядом с компьютером, и она считывает ритмы вашего сна. Точно. Майтмашины – тоже управление сновидениями. Всевозможные. Они весь музыкальные, майтмашины не проигрывают. Но я не буду про это подробно рассказывать, потому что, в принципе, они продаются и патентуются как развлекательные приборы, и под них неплохо спать. То есть можно поставить Моцарта и, в общем-то, радоваться жизни. Вот. Если кратко… Если кратко, то получается вот примерно такая классификация, но надо сказать несколько слов напоследок, если какие-то по-моему еще будут вопросы, наверное. Есть один очень популярный вопрос, который все задают. Кто вообще это покупает? То есть откуда берутся эти сумасшедшие люди, которые на полном серьезе покупают себе вот эти приборы, верят в эти слова? Ну, вы знаете, тут есть ряд категорий. Во-первых, конечно, очень многие эти штуки продаются путем камевояжорства. То есть человек приходит, ловит старенькую бабушку, они обычно охотятся на пенсионеров. 60 лет они не охотятся, они охотятся на пенсионеров за 80 всегда. Это вот прям важно, потому что, ну, вероятность того, что человек за 80 соображает не очень хорошо, достаточно высока, к сожалению, и вот они их ловят, и дома пытаются им продать эти предметы, и чаще всего продают. Ну, продают им банальные вещи, структуризаторы воды, да, то есть вот такие вот какие-то понятные, понятные какие-то предметы, которые вроде выполняют какую-то функцию. Я знаю там лично двух человек, которые отлавливали таких у себя дома. Вот. Это первая категория. Вторая категория – это, в принципе, люди последней надежды, о которых я говорил, кто-то умирает, или они сами, они тоже на это покупаются. Это люди с низким уровнем образования, потому что вот вся эта псевдонаучная муть, которая размещена на сайтах, она отлично работает на человеке, который читает, он понимает, что это какие-то научные слова, он не совсем хорошо понимает, о чем это, но, наверное, это работает. То есть на это тоже покупаются. То есть очень-очень-очень много факторов, психологические моменты, они довольно четко на них играют. И еще они, чаще всего, вот эти врачи, они такие, знаете, очень дружелюбные и позитивные. Вот вы приходите к обычному врачу, к обычному клинику, в обычную клинику, а врач вам говорит, ааа, язва, да, ну че ж не нравится мне ваша язва, ладно, лечите, доложите зон, будем глотать. Ну, как-то неприятно все это, да? Вот. А здесь он, положите, пожалуйста, ручки. Спасибо. А вы так смотрите на экранчик, там зелененькое, а тут красненькое. Ааа, у вас чакра нарушена, вы знаете, вам нужно попринимать вот эту вот таблеточку. Она сладенькая, ее можно класть под язык два раза в сутки. Ну, если вот этот подход, он работает. Люди боятся врачей инстинктивно, люди боятся доказательной медицины, потому что доказательная медицина довольно часто инвазивная, неприятная. И там, я слышал, читал, точнее, историю на форуме, как человек панически боялся ангиографии. Если кто-то знает, что такое ангиография, такая очень неприятная процедура. Это диагностическая операция, которая проводится под общим наркозом. Это введение через паховую область зондов, с помощью которых можно проверить кровеносную систему. Это очень болезненная и приятная процедура, после нее еще несколько недель восстановления. Я лежал в больнице с человеком, которому делали ангиографию, когда мне как раз руку чинили. И я читал историю, когда человек очень панически боялся ангиографии, очень панически боялся, очень панически боялся, потом умер. Потому что это нужно было сделать, чтобы понять, где у него там тромб. То есть вот такие истории есть. И при этом этот человек ходил, это на форуме какое-то описывало человек, ходил какой-то альтернативным медиком, лечился, он боялся врачей. То есть у них хватает, хватает на самом-то деле клиентуры. И второй вопрос, который сейчас создают, а почему их не ловит полиция? Кто-то говорит, потому что полиция взяточники. Ну нет. Вот трудно в это поверить, но если бы полиции была техническая возможность их ловить, объективно, они бы ловили. Но их очень сложно поймать. Во-первых, потому что в большинстве все эти приборы никак не позиционируют себя к медицински, официально бумаги. Они могут рассказывать, потому что они там диагностируют рак, на самом деле вы открываете документацию, там написано развлекательный прибор, не несет информационные функции, придраться не к чему, все абсолютно законно. Или вот эти структуризаторы воды. Открываете, там написана штука, которая позволяет добавлять в воду лимонный сок. Ну какие-то вот такие штуки, они все запатентованы, их не поймаешь. Поймать можно тех, кто дает откровенно медицинские советы там и выписывает какие-то бумажки. Но таких очень мало, и они действуют очень аккуратно. И вот их иногда ловят, надо сказать. Бывает, они попадаются. А так придраться не к чему. Ну человек пришел, продал какую-то штуку. В документации, если ее открыть, написано, что эта штука делает. Ну честно написано. Это коробочка с лампочкой, так и написано в документации, потому что никто не читает. Как его поймаешь? Ну никак. То есть это абсолютно такое аккуратное мошенничество. И ловят их чаще всего в той ситуации, когда там свидетель приходит домой, он как раз бабушке продает что-то, свидетель его берет за шкирку. Но вообще вам мой совет, если вы вдруг случайно сталкиваетесь, и вам нужно прогнать, то есть такие ситуации бывают, самое надежное средство против этих ребят это на самом деле фотокамера на телефоне или видеокамера. Вы начинаете их снимать, они исчезают в течение 30 секунд полностью. Просто не испаряются. У них великая способность исчезать, как только появляется фотокамера, просто потому что они очень боятся, что они будут выложены в интернет, и дальше будет все у них не очень весело. Вот такая вот история. Ну я надеюсь, что я здесь рассказывал все это людям, которым это все в общем не очень нужно. Просто интересно. Я надеюсь, что вы никогда такие вещи не покупали. Хотя я верю, что все, кто застали Кашпировского, заряжали воду. Я в это верю. Даже кто отрицать будет. Моя мама заряжала, ну господи. Хотя она такой же сторонник доказательной медицины. Все заряжали. Но это было такое время было. Я-то его помню со всем ребенком. А сейчас, я думаю, в наше время мы уже можем позволить себе не верить вот этим прекрасным людям и смеяться над ними, например. Вот. Вопросы, предложения. Да. Подождите. Я подойду к вам с микрофоном. Просто поднимите руку. Вообще, давайте поблагодарим Тима. Прекрасная лекция. Потом. Я еще на вопросы не отвечал. Вам спасибо огромное за такую лекцию. Было очень приятно слушать. И вот у меня вопрос такой со шкурным интересом. Вот я студентка второго курса художественного колледжа. У них есть вакансии дизайнеров. Да тут такой дизайн потрясающий. Я хочу работать. Я хочу получать такие деньги. Тут пять минут в фотошопе и уже можно продавать очередного Святозара, Витязя и Святого Георгия. Где найти работу? Вы хотите у них работать? Я готова отдаваться за такую простую работу в фотошопе. Но там таких градиентов-то можно наделать искусство. Нет, понимаете, тут я на самом деле могу, это не совсем вопрос, но я могу на него ответить все равно. Дело в том, что это та же история, о которой я говорил, когда они заказывают самые-самые дешевые вещи на любом заводе просто потому, что это максимальная экономия. Конечно, они не пользуются никакими услугами дизайнеров. Никогда. Это экономия абсолютно на всем. То есть, если можно купить лампочки на Алиэкспрессе, они покупают их там. И то же самое касаемо... Нет, на самом деле, есть сайты, сделанные плюс-минус качественно. То есть, там посадили хотя бы студента, который умеет что-то делать. Кремлевские таблетки, у них довольно так сайт прилично выглядит. Вот у этих Радомира прилично. Ну, то есть, какой-то дизайнер там сел все-таки. Но в абсолютном большинстве они этим просто не запариваются. Почему? Потому что их целевая аудитория либо в интернете не бывает никогда. Кстати, замечу, вот здесь я сделал подборку того, что в принципе можно найти в интернете. И это не более чем 30% всего. Абсолютное большинство этих приборов отсутствует в интернете даже в формате фотографий вообще. Вы просто их не найдете. Либо можно найти какую-нибудь фотографию, например, которую сделал кто-то, кто этот прибор там где-то засек. Потому что им это абсолютно не нужно. Поэтому я не уверен, что вас возьмут на работу. То есть это очень сомнительная перспектива. Ну и про большие деньги, как я уже тоже говорил, это некоторые заблуждения. Они так и много зарабатывают. Нет, нормально не зарабатывают. То есть владелец этого бизнеса зарабатывает нормально. Его жена тоже, потому что она у него часть всего бухгалтер. Но это не миллионы как сыпящиеся в месяц. Это вполне обычный заработок такого маленького бизнеса типа одного киоска кофейного. Вот как-то так. Я могу сказать, что в процессе подготовки этой лекции сам погуглил. Был один прибор, тоже связанный что-то с аурами и прочим. Потому что первое, что новым приходит. И там наоборот с дизайном все было прекрасно. Там прекрасный прибор с огромным количеством лампочек, очень похожий физический инструмент, который колебания частот измеряет. И то есть там модель, прекрасный фон, дорогие какие-то. То есть преподается именно как дорогие. Это редкий случай. Чаще всего они не заморачиваются вообще, потому что это им не нужно. Некоторые заморачиваются, но это скорее такой бонус. в надежде на то, что кто-то придет к ним именно с идеей купить какую-то красоту в интернете. Еще какие-то предложения? Поднимите руку. Тут есть раз и два. Вижу два. И три. Раз-два увидел, три не увидел. Читали ли вы про водородную воду? Просто недавно такой шум вокруг нее поднялся. Вы знаете, вообще, как известно, вода это водородная кислота. Если совсем. И она все разъедает. Это страшно совершенно. Я очень люблю картинки в интернете про то с нарисованным ржавым гвоздем написано, вы видите, что вода сделает с металлом? А представляете, что она сделает с вашим желудком? Нет, про конкретно эту историю я не слышал, но само по себе название говорит об очень типичном подходе. То есть это абсолютно такой типичный подход. Я видел одна была история, я здесь ее не приводил, про то, как на полном середине рассказывалось о неимоверной полезности тяжелой воды и так далее, и так далее. Дейтерий, тритий, вот то, что используется в ядерных реакциях, там прям все это сказало, что это нужно пить и все это будет, у вас все будет хорошо. Они пользуются терминологией такой околонаучной, поэтому я не знаю, что это, но я подозреваю, что это какой-то фейк. Я прошлом летом ехал на одно из мероприятий, которое располагалось рядом с одним из главных центров в России, который изучает, так сказать, атомы и все прочие. Там просто шел в магазин по пути, купить там воды и прочее, и стоял... пил водородный. Нет, там продавалась соль, которая привлекла мое внимание с пониженным содержанием натрия. Мне очень понравилось, что это, наверное, самый классный способ продавать хлор. Неплохо, да. Так, вторая рука... Только сегодня без натрия. Спасибо за просвещение. У меня два вопроса. Вспомнила про люстру Чижевского, как бы, что про ионизацию, да? Да. И я так понимаю, что все приборы, а не русского производства. Нет, здесь были не все. Террадионик приборов, они вообще американские. Вот насколько это распространено за пределами, да, или только в нашем менталитете люди верят в подобные вещи? Ну, про люстру Чижевского я скажу следующее. Сам Чижевский, не будучи ученым, он же не был ученым, ну, то есть, это был такой, скорее, безумец от науки немножечко, у него была куча всяких исследований, всяких идей в разных направлениях. Сам по себе люстра Чижевского воздух-то, конечно, ионизирует. То есть, она физически выполняет то, для чего предназначена. Она поэтому не относится к классу этих приборов. Это не коробочка с лампочкой, это вполне себе рабочий прибор. Другой вопрос, что никто, не Чижевский, никто из физиологов так и не доказал, что вообще ионизация воздуха хоть как-то влияет на человека. То есть, это, или на что-то. Это не доказанное само по себе, нет никакого влияния. Сам прибор выполняет свою функцию, просто зачем он это делает, никто не знает. Ну, я утрирую, но общая суть люстра Чижевского такова. Поэтому, я вот сейчас писал книжку, изобретено в СССР, у меня первая изобретена в России, она сейчас в научной редактуре, были запрямлены в СССР, и мне там рекомендовали сказать несколько слов просто про люстра Чижевского как идею, но я отказался от этой мысли именно потому, что это очень спорная штука. То есть, неизвестно, зачем она нужна. Ну, зачем это, наверное, нужна. Люди верят, окей. Но это как бы не совсем псевдоприбор, это вполне себе прибор. Это знаете, как, не знаю, даже, даже, придумать. Вот есть специальные такие вот прессы, которые позволяют точно разбить яйцо на завтрак. Его можно разбить ложечкой. Зачем эта штука нужна? Ну, изобрел кто-то. Ну, вот как-то так же. Если говорить про распространенность на Западе, абсолютно равномерно везде. Абсолютно равномерно, мы не уникальны. Более того, я вам скажу, в США и Европе количество подобных штук там еще и больше. Ну, почему оно больше? Потому что там гораздо, в течение гораздо более длительного времени существует свободный рынок, на котором из закона рынка диктуют возможности производить, продавать абсолютно все, что угодно. Там точно такое же количество астрал, астрологов, гадалок, производителей вот всех этих странных штук. Точно такое же, ничего не меняется. И, кстати, там точно такое же проститическое движение, там точно такие же мошенники, которые ходят по квартиру за бабушками. это всемирное явление, оно просто естественное, оно не уникально. Вот. У нас 90-е породили, конечно, гигантский рывок, потому что, когда была тьма, вот это вот, и Кашпировский выступал с экрана с Глобой на пару. Но в целом у нас сейчас, сейчас у нас это вошло в ту же фазу, в которой у них оно было уже в 60-е годы. То есть сейчас плюс-минус свободный рынок, люди плюс-минус просвещенные, ну и есть какая-то группа людей, которые являются клиентами вот этих странных вещей. Вот. То есть it works. Ну и нельзя забывать, что это мы говорим сейчас про какой-то цивилизованный мир, там про Европу, Америку. Но если мы заходим в страны третьего мира, например, ну хотя бы южноамериканские отдельные, там при там нормальном уровне технологий, которые существуют в Аргентине, например, там самолет аргентинский, Ого-го, там или Бразилии, там очень сильны местные по-прежнему верования, все это работает. И на этой базе тоже могут существовать достаточно, Бразилия богатая страна достаточно, при этом там вполне себе работают местные культы какие-то. И это все отлично, отлично на этой почве растет. Так что не волнуйтесь, мы не уникальны, вы, если вам понадобится эмигрировать, вы сможете найти себе такой прибор в любой стране. Вот там еще девушка на самом заднем ряду задала, по-моему, вопрос. Там тоже было про водородную воду. Тоже про водородную воду, но извините. Я совсем буквально вчера видел фотографию по фейсбуку, я думаю, ты тоже мог заметить, наоборот, с повышенным содержанием кислорода. Ну, на самом деле тут есть такой момент, одно дело, когда это работает как маркетинговый ход, когда мы продаем абсолютно обычную воду, пишем на ней, ух ты, а в ней она полезная, и мы ее там продаем. Другое дело, когда мы, в общем-то, относительно нее откровенно врем про какую-то структуру, про какую-то энергоинформационную память и так далее. И человек покупает ее не потому, что она там вкусная или минерализованная, а потому, что он верит, что она у него, не знаю, язва желудка вылечит. Не вылечит, к сожалению. Вот. Так. А что насчет кислородных коктейлей? Кислородные коктейли это забавная история. Изобрел их такой был академик Сиротинин. Причем изобрел очень поздно. Ну как, в 60-е годы он изобрел, ему самому уже за 60 было, он такой был почетный академик. И он обнаружил, что в рамках своих исследований, он медик, и, кстати, у него очень много исследований, и он действительно серьезный ученый был. И у него был целый ряд направлений исследований по поводу насыщения кислородом внутренних тканей человека. А это полезно. Ну, в принципе, это работает в качестве терапии. Но дело в том, что насыщение кислородом проводилось в те времена, и в том числе в исследовании, введением зонда. То есть это была достаточно сложная операция. И Сиротинин заморожился идеей придумать способ доставки кислород в организм человека, насыщение, безболезненным способом. Вот это была прямо идея, которую они исследовали. И сначала были кислородные коктейли, которые шланг вставлялся в горло, и туда вот эта пенка шла, никаких вкусов у них не было. Это такой баллончик был. Потом, это было первое исследование, которое они проводили еще в институте. Потом кто-то додумался, что можно не в шланг, а можно просто давать человеку это там пить. Потом кто-то додумался туда клубничного ароматизатора. Это все в СССР происходило, это советское изобретение. Тут есть такой момент. В принципе, оксигенация внутренних органов это не вредное дело и даже полезное. То есть, это способствует. То есть, в этом, это такая, как бы, знаете, ну, как вот, рекомендуют на воды поехать. Ну, там климат лучше, вам там хорошо. И вам от этого хуже не будет. В принципе, от этого общее самочувствие для многих людей там значительно улучшается. К этому и были направлены исследования. Но, дело в том, что в таком вот виде, пенистом, а, и он уже, там же замерялось всасывание кислородом, кислорода различными частями желудочной, пищеварительной системы. То есть, там скорость в прямой кишке, скорость в желудке, скорость, куда подавать кислород. Там было, там было реально исследование очень серьезное. Но, в итоге, получилось так, что вот сам по себе кислородный коктейль бесполезен. Почему? Потому что, вот в этой прекрасной своей пенистой, вкусненькой форме, всасывание вообще никакое. То есть, кислород он, по сути, не поставляет в организм. И при необходимости медицинской оксигенации все равно человеку зонд пихают. Ну, то есть, без вариантов. Ну, не зонд, там, это более сложная история. Вот. Насколько я знаю, я это знаю, просто потому что я про это читал. А сам кислородный коктейль, это просто приятное изобретение, которое потом из СССР распространилось на весь мир. Оно получило, в США оно распространилось как кислородный бар. То есть, оксиген бар. Первый такой бар, O2, он, ну, O2, в смысле, он открылся, по-моему, в годах, в начале 90-х где-то. Там люди садятся, вставляют трубочку и начинают так это все и выглядит, прямо. насыщаются кислородом, пьянеют, радуются. То есть, им подают, есть жидкий, а иногда подается прям вот просто насыщение кислородом, ну, воздух перенасыщенный кислородом, со вкусом там банана, например. Вот. Пизиотерапевтическое, его свойства сомнительны, но, по крайней мере, это вкусно. Такой, можно сказать, что дядька поработал на Ниве кулинарии. Ну, вот, объективно так. Так, у нас последний вопрос, потому что времени остается совсем мало. Здравствуйте. Здравствуйте. Высокочастотная микрополяризация головного мозга. Если, допустим, данная процедура включается в план лечения, одной из, как бы, клиник Москвы, как лечебная процедура, есть фотография прибора, к которым это проводилось. То есть, это можно расценивать как факт мошенничества или нет? Смотрите, вот, на примере магнитотерапии. Магнитотерапия в России прописывается врачами в клиниках официально. Точно так же гомеопатия прописывается в клиниках. Ну, еще целый ряд есть известных, там, остеопатия прописывается в клиниках. То есть, есть целый ряд практик, которые являются практиками альтернативной медицины, но, тем не менее, в клиниках прописываются, потому что не запрещено. Смутно полагаю, что та же самая ситуация. То есть, не запрещено, не приносит вреда, в законодательстве нет, ничего не может, значит, не может расцениваться. То есть, это вот как-то так работает. Это чаще всего так происходит. Тут есть такой момент, что из-за этого, чем, ну, например, высоком, там, транскраниальное всякое воздействие на мозг, например, это же рабочая технология, абсолютно рабочая. Ей воздействует на мозг при параличе, ультракороткими. И это доказательная медицина, абсолютно доказательная. Но при этом ее путают с очень похожими псевдонаучными направлениями, в которых там одно-два слова заменены, и это все звучит совершенно иначе. То есть, здесь такая тонкая грань между тем, что мы чего-то не знаем, мы чего-то не знаем, и это не запрещено, и мы чего-то не знаем, и это на самом деле доказательная медицина. То есть, каждый случай нужно рассматривать очень-очень-очень отдельно. Тут нет общего ответа. То есть, если есть какая-то такая процедура, в которой вы сомневаетесь, ну, Google в помощь, то есть, вам нужно подробно почитать о том, что это, как к этому относится российское законодательство, работает это или нет с точки зрения доказательной медицины, и тогда уже делать какой-то вывод. Вот. А я, наверное, здесь недостаточно компетентен, чтобы вам ответить. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ